На перепутье мне явился перстами легкими, как сон моих десниц коснулся он! В три часа мастер перформанса держал зрителей практически под гипнозом своего таланта. Выступление было необычным, признается и сам артист. Я потрясен, я в шоке, я ах, потому что когда я впервые в жизни, можно сказать, со своим моноспектаклем «Счастливые дни», который играют на сцене театра Ермоловой, вышел на этот формат, летний театр. И передо мной море зрителей на улице, все звуки жизни, мира, цивилизации. И все это передо мной. Я был ошеломлен. Но мы это обуздали. Я счастлив. Сегодня, друзья, праздник, праздник, который мы все так стали. День рождения Пушкина! 225-летие Александра Пушкина решили отметить масштабно и не где-нибудь, а в символичном для поэта месте. Усадьба в Больших Веземах – литературная родина поэта. Она стала основой описания имения Онегина. Идея совместить два фестиваля – арт-пикник и литературный праздник проект «Поэт» пришлась по душе как организаторам, так и посетителям. Много разных площадок, мастер-классов, две сцены, малая сцена, большая сцена, куча различных мастер-классов, зон различных для всех возрастов, для всех категорий граждан. Каждый найдет себе что-то для себя уникальное, что-то для себя интересное. На литературном фестивале, кажется, все посвящено творческой вселенной поэтам. Даже здесь, на уютной аллее, рисунки по мотивам пушкинских произведений. Их рисовали дети в рамках международного детского конкурса «Пушкин глазами детей». Кстати, любой рисунок можно взять совершенно бесплатно. Я своего Пушкина нашла. Лосенкова Настя, Республика Карелия, 8 лет. Настя, привет! Яоли Минь и ее семья такое событие пропустить не могли. Небольшие путешествия в их интернациональной семье уже традиции. Чтобы лучше узнать свою новую родину, София, именно так теперь зовут русскую китаянку, в Одинцовском округе живет 11 лет. Русская культура и русская традиция в Китае часто влезутся. И китайцы очень уважаются и любят. И кто изучает русский язык или работа связана с русским языком, они тоже отметят этот праздник, потому что они все знают, что это день русского языка. Пока дети осваивали различные мастер-классы, игры и просто наслаждались атмосферой праздника, взрослые открывали для себя творческие замыслы поэтического слова. На малой сцене выступил актер театра и кино Иван Кокорин со своими собственными стихотворениями и произведениями великих классиков. Решил пальто и наказать, и без пальто пошел гулять! Мы в восторге от того, как организовано это мероприятие нам. Директор этого музея исторического нам уже рассказал о том, что здесь будет что-то много всего интересного. И вот мы сейчас являемся свидетелями этого праздника. Здесь очень красиво. И я даже не слышала об этом месте. И если бы мне вот эта программа поэтическая, я бы, наверное, и не узнала. А так мы приехали слушать «Маримирай». Художественное слово практически нон-стоп. Поэтическую эстафету перехватили народный артист Алексей Кравченко. Актер театра и кино Даниил Страхов. Я лежал. Вниз головы, как мясо на весах. Сергей Шнырев в сопровождении ансамбля Алексея Айги. Но не только артисты говорили на языке поэзии. Я вас люблю. Чего же более? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю вашей воле меня презрением наказать. Здесь в особой атмосфере стихами заговорили не только взрослые, но и самые маленькие посетители фестиваля. К лукоморье дуб зеленый, золотая цепь над дубитом. И днем, и ночью кот, и черный все ходит по цепи кругом идет. В день 1799 года в Москве в немецкой Слободе родился мальчик, которому суждено было стать великим поэтом. Кульминацией литературного фестиваля стало уникальное световое 3D-шоу. Биография и самые яркие моменты жизни поэта прямо на здании дворца-усадьбы. Ярко и красочно, словно автобиографичный фильм. И сегодня каждый будто заново открыл для себя поэтическую вселенную Александра Пушкина. Татьяна Верняковская, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.